Здравствуйте! Вы смотрите новости. В студии Артур Сапсай в начале выпуска. Коротко о его главных темах. Новые квартиры с видом на море. 180 семей из Холмска получили ключи от современного жилья. В комнатах есть все необходимое для комфортного проживания. О том, как новоселы планируют обустроить свой быт, расскажу я, Анастасия Красова. В Сахалинской области проживает 20 детей с редкими генетическими заболеваниями. Каждому из них требуются дорогостоящие препараты. Не все родители могут это потянуть. Как помогают таким семьям, вы узнаете в нашем сюжете. Борьба за жизнь со стихией. Со дня страшной трагедии смерти экипажа трех рыболовных траулеров, где погибло более 100 человек, прошло 59 лет. Почтить память тех, кого поглотила ледяная пучина, пришли все неравнодушные люди. Подробнее об этом расскажу я, Эльвира Хан. Сахалин готовится к новому удару стихии. С юга к острову поступает очередной циклон. Есть вероятность, причем высокая, что от предыдущего он будет отличаться значительно большим количеством осадков. В Южно-Сахалинске уже провели заседание оперативного штаба, чтобы скоординировать работу всех ведомств. Будем реагировать уже по ситуации. При необходимости будем вводить либо честную ситуацию, естественно, там со школьниками тоже будем принимать решения, либо на дистанционно, ну и, соответственно, там уже будем смотреть по дальнейшим мероприятиям по реагированию. Перед департаментом продовольствия поставлена задача заблаговременно обеспечить отдаленные районы и селы запасом продуктов и товаров первой необходимости. Велика вероятность того, что властвовать непогода на Сахалине будет до конца недели. Развитие Дальнего Востока стало общепризнанным фактом. Об этом говорили на выездном совещании с главами всех субъектов территории, которое провел полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Оно было посвящено результатам социально-экономического развития за 2023 год. ДФО по ряду показателей значительно опережает среднероссийские. Это касается инвестиций в основной капитал, объемов строительных работ, вводов жилья, добычи и полезных ископаемых и ряда других. Самое главное, что нам удалось добиться, это в условиях санкций продолжить привлечение инвестиций, продолжить реализацию большинства проектов, которые на Дальнем Востоке реализуются. Это важнейшая часть нашей работы. Это превращает наши города в комфортное место проживания. Мы добиваемся доступной медицины. Сейчас я только что объявил о том, что у нас появляется медицинский кластер. Это значит высокотехнологичная медицина, включая зарубежную. Приходят к нам и мы можем лечить не только сахалинцев, куринчан, но и весь Дальний Восток. И мы ждем туристов, потому что Южно-Сахалинск превращается в город-курорт. По словам Валерия Лимаренко, объем вауа регионального продукта увеличился почти на 10% и составил 1,5 триллиона рублей. Кроме того, Сахалинская область в рейтинге достижений и показателей нацпроектов входит в тройку лучших регионов России и занимает первое место в ДФО. Будущих наблюдателей на выборах президента Российской Федерации обучили работе, которую они будут проводить на пунктах голосования в АХЕ. Во время занятий участников процесса разделили на несколько групп. Они обсуждали различные ситуации, которые возникали ранее во время выборов различного уровня. Предлагали решение возможных проблем. Такая практика проводится для того, чтобы во время голосования наблюдатели знали, что делать в той или иной ситуации. Несмотря на 30-ти градусный мороз, люди пришли, заинтересованы, с интересом слушают, с интересом обсуждают вопросы, в том числе и проблемные вопросы, которые появлялись у нас. Мы много что познали, например, мы разобрали много практических объяснений, что и как было, например, в других регионах, и нам полностью объяснили, как с этим решать, бороться. Дополнительную какую-то информацию мы узнали. Также, помимо этого, я познакомился с коллегами. Обучение будущих наблюдателей на выборах проводится не только в АХЕ. В ближайшие недели аналогичные семинары пройдут и в других районах Соколинской области. Одно животное погибло в результате пожара на территории приюта «Пес и кот». Трагедия произошла в минувшую субботу. Пламя уничтожило почти 800 квадратных метров помещения. Пострадало основное здание. Предотвратить дальнейшее распространение огня помогла оперативная работа пожарных. Тему продолжит Эльвира Хан. В ходе открытого огня в приюте пострадало почти 800 квадратных метров. Пламя быстро охватило второй этаж основного здания. На месте пожара работало 8 единиц техники и 24 человека личного состава пожарно-спасательного гарнизона. Мы сейчас со стороны администрации помогаем. Сейчас мы повезем в приют тепловые пушки для обогрева собак, везем топливо питанием. Там собаки обеспечены. Ну и, собственно, дальше содержание собак уже город Сахарис берет на себя. Те, которых мы перевозим. Соответственно, мы проговорились с подрядчиками, что, собственно, мы заключим с ними в пайнерах соответствующих контрактов. Пламя уничтожило половину вольеров для собак и все комнаты проживания для кошек. По предварительным данным погибло одно животное. Пока констатировали только одну смерть котика. Внутрь пока не пускают там, где собаки были пожарные. Поэтому ждем, как только разрешат зайти. Одну сторону я пробежала, никого там не увидела мертвые. Собаки возвращаются к себе в вольеры, могут уже там дышать и так далее. Животных, которые оказались без крови, разместили в ближайшем приюте. Мы подготовили вольеры для собак, приготовили сено, приготовили тарелки. И корма у нас обеспечены. Администрация привезла пушки, привезла соляру для того, чтобы обогреть. В рвет врач пришел, будет осматривать животных. Если нужна будет кому-то помощь, он будет помогать. Неравнодушные люди и волонтеры также приехали на место пожара, чтобы оказать любую помощь в сохранении жизни животных. Услышала о такой проблеме, что бедные животные остались без помощи. У самого две собаки, поэтому не мог пройти мимо. А вот с другом приехали, решили хоть как-то помочь. Сейчас пока делали просто такую работу физическую, то есть перетаскивали клетки и так далее. Мы пришли, сразу включились в работу, потому что нужно было выносить животных, распределять их. То есть было очень трудно даже при переносе. Кошек хватали за лапы, за хвосты собаки, которые тоже так же бегают по территории. То есть любая помощь, она нужна была. К разбору завалов приступят после заключения пожарных служб. Пока же помочь приюту можно в приобретении и доставке сухих кормов, воды для собак и кошек. Адрес на ваших экранах. Эльвира Хан, Александр Шкотов, телекомпания ОТВ. 180 семей из Хомска получили ключи от новых квартир взамен аварийных. Два девятиэтажных дома возвели на улице Некрасова портового города. Строительство велось в рамках региональной программы переселения из аварийного жилищного фонда. С счастливыми новоселами пообщалась моя коллега Анастасия Красова. Ольга Герасимова несколько лет ждала переезда в новую квартиру. Семья получила современное жилье взамен старой двухкомнатной хрущевки. Теперь Сахалинку радуют не только заветные квадраты, но еще и вид из окна. Во-первых, она большая, шикарная. На две стороны идут окна. Сюда идет балкон, как правильно сделано, что кухня с балконом, оно только должно быть. А туда спальня и вид на море. Ну, потом вы покажете. Восьмой этаж, кстати, за нашим домом также будет еще один дом строиться. Нам сказали, что он не будет загораживать море, и поэтому восьмой этаж – это просто выигрышный этаж. Квартиры сделаны по всем стандартам. Здесь предусмотрена отделка под ключ, установлены водонагреватели и электрические плиты на кухне. Дом сдан в срок, несмотря на сложности в работе подрядчиков. Из-за близкого расположения грунтовых вод понадобились дополнительные усилия. Практически пришлось заменить более 6000 кубов грунта на скальный грунт, который привозился издалеку, почти за 100 с лишним километров из Южно-Скалинска. Нам пришлось возводить очень мощные подпорные стены, чтобы не происходило оползней и обезопасить двор этих домов от земляных масс. А тем временем подрядчик уже приступил к строительству следующего дома. В будущем здесь благоустроят территорию и появится школа. Здесь однокомнатные квартиры полноценные – это 36 квадратных метров. То есть, соответствующая нормам строительным, я считаю, для людей. Но это не только улучшение жилищных условий в рамках аварийности, но и улучшение жилищных условий с увеличением квадратных метров. А уже в конце января ключи от современных квартир получат жильцы 30-квартирного дома в Чепланово. Всего же в 2024 году в муниципалитете планируют сдать еще пять новостроек. Это более 10 тысяч квадратных метров жилья. Дома возведут в селах Яблочное, Костромское, Правда, а также в Хомске. Анастасия Красова, Константин Кендюк, телекомпания ОТВ. 25 современных автобусов марки ПАС передали южным районам области. Автопарк обновили Аниевский, Хомский, Корсаковский, Невельский и Долинский районы. Экологически чистый газомоторный транспорт выйдет на муниципальные и межмуниципальные маршруты. Людям должно быть тепло, комфортно, посмотреть какие чудесные автобусы. Очень важно, что они приспособлены и для людей малоподвижных. С тем, чтобы можно было вести нормальный образ жизни. Мы сейчас заботимся об этих людях и надо, чтобы они это чувствовали и понимали. Транспорт оборудован кондиционерами, информационными табло, громкоговорителями и камерами. Окна с повышенной морозостойкостью защитят пассажиров от минусовых температур. Каждый автобус способен перевозить 50 человек одновременно. Президентский фонд «Круг добра» продолжает помогать сахалинским детям с тяжелыми заболеваниями. Сегодня поддержку получают 20 юных островитян. Организация обеспечивает их необходимыми препаратами для лечения и поддержания состояния. Тему продолжит Татьяна Барашкова. Грациозные движения, четкие ритмы и красивые выпады. Анастасия Гацуленко исполняет один из своих любимых бальных танцев. Девочка ходит в хореографическую студию, где достигает больших успехов. У Насти редкое генетическое заболевание – ахондроплазия. Такая патология встречается у одного из 40 тысяч новорожденных. Из-за нее плохо растут кости. Сахалинка принимает специальный препарат, благодаря которому болезни не мешают исполнять движения. Занятия Насти помогают держать в тонусе мышечный каркас. Медики хвалят девочку за ее увлечение и позитив, которые положительно влияют на здоровье. Родители в свою очередь благодарят региональный Минздрав и федеральный фонд «Круг добра» за поддержку. Препарат, который так важен для дочери, обходился бы семье в 20 миллионов рублей. Вообще мы думали, что наш путь – это только оперативное лечение, потому что жизнь с таким заболеванием очень тяжело и сложно. Все, кто знает, кто в теме, они понимают, в чем наши сложности. Но с недавних пор мы получили препарат, которым сейчас пользуемся, куримся ежедневно. Всего в Сахалинской области 20 детей с редкими тяжелыми нарушениями здоровья. Все они получают помощь от федерального фонда «Круг добра». Организация обеспечивает юных жителей региона необходимыми препаратами для лечения и поддержания состояния. Фонд создан по инициативе президента России Владимира Путина. Девочка Настя, но вы ее сегодня видели, единственный ребенок в Сахалинской области, который подходит по всем критериям отбора для лечения вассоретидом. Значит, девочка хорошо откликнулась на терапию, мы радуемся вместе с ней. Для выявления редких генетических заболеваний у детей с прошлого года в области проводится расширенный неонатальный скрининг на 41 патологию. За год обследовали более 4,5 тысяч новорожденных. Из них дополнительную диагностику прошли 45 ребят. Диагноз подтвердили у 8 малышей. Нергостоящее лечение получает один пациент. В Невельске почтили память погибших моряков. 19 января 1965 года в результате шторма в Беринговом море потерпели крушение три сахалинских траулера. Севск, Себеш, Нахичевань и Приморский Бакситогорск. Непогода унесла жизни 106 человек. Известие потрясло всю страну. По словам экспертов, тогда не было современных орудий труда, приборов навигации и средств защиты. Только мужество и профессионализм позволяли морякам выполнять свою работу, преодолевая сложности, в том числе и непогоду. Тему продолжит Эльвира Хан. Дмитрий Трубецкий – курсант Сахалинского морского колледжа. В его семье быть моряком почетно. Ни одно поколение продолжает традиции, заложенные предками. Трагедия, что случилось 59 лет назад, вызывает у мужчины особые чувства. Чтобы никогда не забывать тех подвиги, память этих людей всегда должна оставаться у нас. Потому что никогда нельзя забывать прошлые ошибки людей. И всегда думать о последствиях, как правильно нужно сделать в какой-либо ситуации. Тогда в море вышла берингово-морская промысловая экспедиция, состоящая из Камчатской, Сахалинской и Приморской рыболовных флотилий. В этот день они приняли решение двигаться на юг, где обнаружили Камбалу. По мере приближения волны становились больше, ветер все нещаднее. Вот уже 59 лет невеличание собирает своего памятника для того, чтобы почтить, отдать память членам экипажей. С тех времен погибло достаточно много уже наших ребят, наших земляков. Потому что это одна из самых опасных и мужественных профессий – профессия рыбака-моряка. Сильные волны, минусовая температура и порывистый ветер способствовали обледенению корпусов и оборудования. Это грозило изменением характеристик, отстойчивости, способности судна восстанавливать свое положение при качке. Чтобы избежать опрокидывания траулера, необходимо было физически устранить лед. Погибло очень много рыбаков. Погибли бы рыбаки и Советского Союза, и Японии, и, скорее всего, были там и из других стран. Но, конечно же, мы отдаем дань памяти нашим. Гибель рыболовных траулеров Бакситогорск, Севск, Себиш и Нахичевань в Беринговом море произошла 19 января 1965 года в результате шторма. Погибло 106 моряков. Траулером Уруп был спасен только мастер добычи Анатолий Охременко и поднято тело матроса Валентина Ветрова. Эльвира Хан, Алексей Исаев, телекомпания ОТВ. Федеральный проект формирования комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» продлят, при этом увеличат его финансирование. Дополнительные средства направят в регионы Дальнего Востока. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований регионов. О том, что уже сделано в Сахалинской области благодаря проекту и когда начнется новое голосование за объекты, поделилась министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталья Куприна. Запись беседы смотрите далее в рубрике «Гость студии». Наталья Юрьевна, здравствуйте! Здравствуйте! Как известно, на Сахалине стартовал набор волонтеров голосования за объекты благоустройства. Каким критериям должны соответствовать кандидаты? Для того, чтобы стать волонтером, нужно соответствовать критериям. Первое. Возраст. Это не моложе 14 лет. Верхний предел у нас не установлен. Так, в прошлом году у нас самому старшему волонтеру было 75 лет. И самый главный критерий – это желание добровольно участвовать в этом мероприятии. Основная задача федерального проекта по формированию комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда» – это дать новый импульс развитию муниципалитетов в стране. Какие достижения уже имеются на территории нашего региона? С момента начала этой программы с 2019 года по 2023 год у нас благоустроено 154 общественных пространства в 18 муниципальных образованиях. Я считаю, что это очень хороший результат. Ежегодно более 20 общественных пространств мы благоустроим в рамках этой программы. Благодаря президенту Российской Федерации на прошлой неделе эта программа получила свое продолжение. И мы очень рады, что эта программа у нас будет реализовываться до 2030 года. Так, в 2022 году у нас победителем первым стал Корсаковский муниципальный округ. Благодаря этому конкурсу они благоустроили набережную реки Корсаковка. А уже в прошлом году достаточно много проектов было направлено на конкурс. И 10 из них по Сахалинской области стали победителями. Из федерального бюджета на реализацию этих мероприятий направлено более полутора миллиардов рублей. Самые интересные проекты это Интарный парк в Долинске. Первый и второй этап. Набережная реки Рогатка в Южно-Сахалинске. Площадь мира в Хомске. Набережная на Северных Курилах, Пармушур. Два парка, две общественных территории в Курильске. Это сквер-парк танцующих деревьев. И смотровая лестница с видовой площадкой в Курильске. Благодаря вот этим проектам наши города и населенные пункты меняются. Если говорить о цели этого проекта, то изначально, когда эта программа также по инициативе президента начиналась, главной ее задачей это благоустроить, наверное, навести порядок, сделать комфортными наши населенные пункты и города для проживания. Наталья Юрьевна, расскажите, что предполагает концепция проекта? Концепция проекта предполагает самое главное, это участие населения в выборе общественного пространства. То есть есть такой девиз этой программы, города меняются для нас, то есть для людей, которые в них проживают. Участие населения в выборе общественного пространства. То есть именно население, благодаря его активности, выбирает, какое общественное пространство будет благоустраиваться. И надо сказать, что население Сахалинской области достаточно активно участвует в выборе. Участие идет через рейтинговое голосование. И у нас более 50 тысяч населения в прошлом году приняло участие. Второе, что позволяет эта концепция, это не только люди, которые проживают на территории Сахалинской области, выбирают, что мы будем благоустроить, но и обязательно, как будет выглядеть то или иное общественное пространство. Как будет выглядеть набережная, сквер, как будет выглядеть входная группа в какой-то населенный пункт, какие будут там элементы благоустройства, как будут выглядеть там пешеходные связи. И третье, если мы говорим о общероссийском конкурсе, то участие населения проявляется и следующим, что рядом с этими общественными пространствами или на территории этих общественных пространств появляются новые какие-то активности, то есть это обязательно какие-то событийные мероприятия, где-то фестивали, где-то праздники, где-то какие-то другие мероприятия. И привлекается, развивается благодаря им субъектам малого предпринимательства, как я уже говорила, это общепит, это какой-то прокат спортивного инвентаря, ну и все, что можно разместить или использовать благодаря этому общественному пространству. Расскажите о важности проекта по формированию комфортной городской среды. Я уже сказала, что считаю, что это один из самых важных проектов, потому что он позволяет вовлечь большое количество населения и их объединить, независимо от пола, возраста, территории проживания, каких-то предпочтений, увлечений. И результат быстрый в течение года. Самый главный вопрос, когда пройдет голосование? Голосование традиционно проходит весной, весенний период, соответственно, также в этом году весной начнется голосование по выбору общественных пространств. Поэтому всех приглашаю принять активное участие, проголосовать за те общественные пространства, которые мы будем благоустраивать в следующем 2025 году. Наталья Юрьевна, я благодарю вас за беседу. Всего доброго и до встречи. До встречи. Это еще не все новости. Смотрите далее в выпуске. Классные часы, мастер-классы и выставки. О важности семейных ценностей и традиций говорят с детства. Какие методы работы запланировали советники директоров школ в год семьи, расскажу вам я, Елена Лим. Иллюстраторы – самые креативные художники. Выходящие из-под их пера герои книг становятся настоящими. Персонажи на футболках заряжают драйвом. В Южно-Схалинске открылась первая выставка иллюстрации коммерческой графики. О ней вы узнаете в нашем материале. Вам позвонил человек и представился сотрудником МВД, ФСБ или прокуратуры. Сообщает о расследовании уголовного дела, связанного с банком. Обвиняет вас в совершении преступления. Не верьте, это мошенник. Он попросит ваши паспортные данные, реквизиты банковских карт, информацию о финансах или распорядиться перевести ваши деньги на защищенный счет. Сразу кладите трубку. Настоящий представитель силовых ведомств не станет по телефону задавать такие вопросы. Тем более просить перевести средства. Самостоятельно перезвоните по телефону 102 и сообщите о произошедшем. Вы можете заблокировать абонента в телефоне. Предупредите друзей и родных. Возможно, вы спасете их от потери крупной суммы денег. Перспективы и социально значимые проекты, посвященные году семьи, обсудили советники школ, студенты, активисты в областном центре. Мастер-классы, интерактивные игры, лекции, форматы традиционных классных часов меняют облик. На образовательном интенсиве разработали систему, которая позволит работать в одном направлении. Подробности у моей коллеги Елены Лим. Подрастающее поколение так еще сложилось. Даже много раньше, чем в 16 век, перенимает многое от бабушек и дедушек. Именно традиции и так далее. Юная Анастасия Чуванова считает традиции столпом семьи. Она также хотела бы стать амбассадором полезных привычек со своими родителями. Например, девочка чаще ходила бы в кино и походы. Наша семейная традиция. Каждое воскресенье мы пекем блинчики и кушаем их. Потом, чаще всего, мы едем в магазины. И потом, если у нас остается время на вечер, мы проводим его в парке или едем на море. На уроке советник директора по воспитанию Иван Кузнецов говорит о ценностях и традициях, а также о том, что необходимо их хранить. Самое главное – это сформировать понимание ребят, что семья – это необходимо, то, что это очень важно, и важно соблюдать, важно создавать и передавать следующим поколениям ценности. И самое главное, что можно не просто ждать, что кто-то тебе эти ценности даст, а придумывать их самому и уносить в свои семьи. Классные часы, посвященные Году семьи, будут проводить на площадках партнеров. Мастер-классы, интерактивные игры, обсуждение актуальных проблем. Программа готовится насыщенная. В мероприятиях смогут участвовать не только дети. Проводится работа очень большая с родителями. Не только со школьниками, с родителями. Это привлечение на мероприятия, касаемо специальной военной операции, что немаловажно. Это работа в просветительских мероприятиях, разговоры о важном и многое другое. Для того, чтобы сформировать общую конву воспитательной работы, собрались советники школ и студенты-активисты. Будем говорить о проблематике Года семьи, объявленного в Российской Федерации. Ну и, конечно же, затронем тематику региональную. У нас объявлен Год защитника Отечества по инициативе губернатора региона. Вот это те смыслы, которыми мы будем наполнять год. Ну и в каком-то смысле сегодня установочно-дискуссионная площадка. 2024 год. Президент России Владимир Путин объявил Годом семьи. Он направлен на сохранение и укрепление традиционных ценностей. Жители Сахалинской области ждут много интересных событий. Ряд проектов уже стартовал. Елена Лим, Константин Кендюк, телекомпания ОТВ. Чуть больше полусотни произведений представлено на первой выставке иллюстрации коммерческой графики от местных художников. Она открылась в бизнес-центре «Сфера». Ее авторы работают смело как с помощью акварели, так и компьютерных технологий. В новом образе представил классик Чехов. Неподдельный интерес вызывают и сахалинские дудлы. С них начнет наш корреспондент Игорь Антипов. Сахалинские дудлы изобразила островитянка Анастасия Уколова. Эти маленькие фигурки, символов нашего региона, однажды легли в основу значков для международных зимних игр «Дети Азии». В 2019 году они впервые проходили в нашем регионе. С тех пор у креативной художницы, диджитал-графика Анастасии Уколовой и ее напарников накопилось много сюжетов. Они легли в основу открыток, их носят на футболках. Мне захотелось, чтобы авторов, которые рисуют не классическую, не академическую живопись, тоже увидели. Потому что это очень интересные, разнообразные авторы. И каждый их рисунок – это концентрированная идея. Тот же Антон Павлович Чехов в исполнении дизайнера наружной рекламы Евгения Тарасенко предстает в ироничном молодежном виде. Сегодня я услышала о том, что сколько можно говорить о Чехове. Но я лично считаю, что значит, вот эта работа, она дошла до зрителя, она вызвала у него неприятие. А это значит, что эта работа свою роль сыграла. Кота в наряде супергероя к небу возносит властелин фотошопа Алексей Чмулев. Он рисует в цифровом формате. На создание его фантастических образов уходит десятки часов. Мы не соперничаем с живописцами, мы у нас одно сообщество, мы все друг друга уважаем. Это просто немного разный инструментарий и немного разное искусство. Дизайнер местной типографии «Транспорт» Елена Никифорова представляет на выставке «Осеннюю девушку» и портрет дочери. Чудеса творит векторная графика в программе «Корал Драф». Каждая деталька прорисовывается отдельно, выравнивается, подгоняется, перетекание цвета. А дипломированный художник, флорист Владислав Злыгостев трудится в технике монохромной японской живописи «Суми-Э». Здесь нет места компьютерам. Торжествует акварель. Используются цвета, но приглушенных оттенков. Приглушенные оттенки тонов все-таки они не кричащие тона, не кричащие цвета. То есть они подчеркивают именно контуры самой работы. Спешите и вы на ИЗО «Променад». Полюбоваться эскизами можно будет до конца февраля. Игорь Антипов, Алексей Исаев, телекомпания ОТВ. А я напоминаю вам, что эти и другие новости вы можете посмотреть на YouTube-канале ОТВ «Сахалин», а также на сайте информационного агентства «Сахонлайн» и в социальных сетях. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Если вы обнаружили подозрительный предмет, не прикасайтесь к нему. Запомните время его обнаружения. Оповестите окружающих об опасности. Сообщите о находке по единому номеру вызова экстренных служб 112. Будьте бдительны. Обращая внимание на подозрительные предметы и оперативно сообщая о них, вы можете предотвратить трагедию. Безопасность – дело общее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин